15 февраля наша страна отметила памятную дату, 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Именно в этот день, в 1989 году, последние колонны военной техники, солдат и офицеров советской армии покинули афганскую землю и вернулись домой. А тех, кто с честью выполнил свой интернациональный долг, смотрите в следующем материале выпуска. Генерал армии, соединение части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведено на территорию Советского Союза в полном составе командующей армии генерал-лейтенант Громов. 15 февраля 1989 года. Это скорбная и памятная дата для всего нашего народа. Именно в этот день закончилась афганская война, тяжелая и страшная, изменившая судьбы целого поколения молодых ребят и их семей. Длилась она почти 10 лет, унеся жизни свыше 15 тысяч граждан. 174 славянца служили в Афганистане, один из них – Леонид Ушаков. На чужой и враждебной афганской земле он провел полтора года. Служил в инженерных войсках механиком-водителем. Не раз ему приходилось вступать в бой с душманами и попадать под обстрелы. Что остался жив в той страшной войне, считает чудом. А война есть война, это нехорошее дело. Первый мой выезд в колонну, сразу через три месяца я подорвался. И я чисто стал сапером. То был механиком-водителем, а потом стал сапером. Получили травму, да? Ну, сказали, что я родился в рубашке. Поэтому продолжал службу чисто сапером. Но эта машина полностью взорвалась? Да, она вышла со строя, ее просто спихнули с дороги и все. И продолжали двигаться все. В честь памятной даты ежегодно, 15 февраля, в парке «40 лет победы» проходит торжественный митинг. В нем принимают участие руководители района и городской администрации, ветераны Афганистана, казаки, военные, студенты и школьники, жители района. Каждый год по традиции мы собираемся возле вечного огня, чтобы отдать дань памяти и уважения всем участникам афганских событий. Нашим землякам, кто был в Афганистане и честью выполнил свой воинский долг. Сегодня многие из тех, кто воевал, был в горячих точках, активно занимаются общественной работой, военно-патриотическим воспитанием молодежи. Это в высшей степени востребовано. Ведь так важно, чтобы ребята росли с чувством любви к родине, взрослели и понимали свою ответственность за судьбу России. Я искренне благодарю ветеранов Афганистана и локальных войн за активную общественную работу, за сотрудничество в решении самых разных вопросов в жизни Славянского района. За активную гражданскую позицию и большой вклад в воспитание молодежи ветеранам боевых действий в Афганистане были вручены благодарственные письма главы района и денежное вознаграждение. Не всем, кто пришел с войны, удалось вернуться к нормальной жизни. Афган разделил их судьбу на до и после него. Более двухсот жителей Кубани погибли, сражаясь за счастье братского афганского народа. Среди погибших на Чужбине есть и наши земляки. Восемь славянцев так и не вернулись с войны. Прошло уже 32-го дня, когда последний советский солдат покинул республику Афганистан. Но каждый год, 15 февраля, мы встречаемся, вспоминаем наших товарищей, возлагаем цветы на их могилы. И сегодня мне хочется вместе с вами вспомнить имена тех, кто ценой жизни выполнил свой долг перед Родиной. Это Доценко Андрей, Дедов Иван, Посмашный Алексей, Пищенко Сергей, Симоненко Александр, Поливко Анатолий, Ивановец Владимир, Малик Сергей. Их родная доблесть, стойкость и героин не должны быть забыты. Память славянских ребят, а также всех тех, кто сложил свои головы на афганской земле, участники митинга почтили минуты молчания. После минуты молчания участники митинга возложили цветы к стели воинов-интернационалистов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо. Спасибо. Спасибо.